Итак, мы продолжаем нашу серию роликов по чистке салона своими руками. Мы уже закончили работы с ковром, очистили его, получилось очень круто. Сегодня мы будем продолжать очищать наш салон, почистим кожу и почистим пластик в салоне. В автомобиле оно так и получается, что есть три вида процедур. Это ковер, текстильное покрытие какое-то, типа кожаное или кожаное покрытие и пластмасса. То есть три вида. Одно мы почистили, остается у нас пластик и кожа. Ну да, мы сделали самую грубую очистку, можно было щетками там жестко ворстки не мыть, то есть всю грязь убирать. Сейчас будет более деликатная очистка и в принципе кожа не сильно грязная. Тогда, Володь, скажи мне, чем мы будем это делать? Какие жидкости и какие приспособны? Погнали, в процессе все расскажу. Окей. Итак, что касается у нас кожи, да, с задних сидений, она в общем и целом в неплохом состоянии. Верх отличный вообще, то есть видно, что кожа равномерно матовая, не грязная. Но внизу, наверное, Саша, это связано с тем, что ты детей возишь, да, или просто какие-то пассажиры. В этой части у нас кожа немного поблескивает, соответственно, видны какие-то даже визуально загрязнения. Итак, у нас пластик имеет визуально какие-то потертости, прямо грязь местами на нем. Потом деликатно его почистим и супербыстро. То есть будем делать пластик в один проход. То есть мы будем использовать универсальное средство очистка плюс легкий консервант. Так называемый спрей-детейлер. Берем кисть мягкую, так называемую косметическую. Тут у нас не черный он, не засаленный, ничего. Берем обычный спрей-детейлер. Небольшое количество на кисть. Можешь нанести даже на обрабатываемый участок. Небольшое количество. И круговыми движениями начинаешь вот такую вот очистку. Без давления совершенно. Такое некое вспенивание, да? Да-да-да. Вот, далее вытираешь эту деталь фиброй, сухой. Так я зафиброй тогда? Сухой и чистенькой фиброй, да. С такими движениями мы очищаем. Можем также пройтись и пластик на порогах. Ничего страшного не будет. То есть универсальное средство, оно не является очистителем и не является консервантом. как таковым. То есть это для придания просто хорошего вида автомобилю в состав. Так, вытираем. Но это штука только для пластика, я так правильно понимаю? Да, для кожи мы будем использовать специальный состав. Если она попадает на кожу, вот так вот здесь ничего страшного. Ну, вытрем и все, я потом почищу. Смотрите, как хорошо, четко стало все. Пластик прям засиял. Сейчас он подсохнет, будет матовенький, как и должен быть. Да. Никакого глянца, никакого блеска, никакой статики на пластике не будет. Так, для кожи в этот момент я буду использовать очиститель. Плюс кондиционер два в одном. Небольшое количество на щетку. И круговыми движениями погнали чистить ее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, дальше излишки состава. И в целом, после очистки кожи, протираем все сухой фиброй с высоким ворсом. Переворачиваем фибру и насухо вытираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как видите, почистили мы кусочек кожаной нашей дверной карты. Вот здесь вот осталось глянцевое пятно. Но это уже значит о том, что краска уже, чем покрашена кожа, уже просто разрушается. То есть здесь только у нас перекрас, то есть нам чистка не поможет. Но визуально стало намного лучше, чем было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы закончили очистку пластмассой и кожи. И кожи, да. Да, для этого нам всего понадобилось один состав для пластика, это Rapid Detailer. Это универсальный Spread Detailer. Вот, да. Кисточка мягкая. Может использоваться различных жесткостей еще. Если очень грязно, то такая мягкая не подойдет, косметическая. И микрофибровая салфетка. И для чистки кожи. И лазер-клинер для кожи. Все, у нас лазер-клинер плюс кондиционер. Я могу так сказать, он был начатый, не закончился еще. Тут еще его очень много, поэтому этой бутылочки хватит очень намного на самом деле. То есть не надо писать потом в комментариях, а вот она стоит там вот столько-то, а другая бутылочка столько-то, вместе все это сплюсовать, будет дешевле отдать там в Detailer. Нет, нифига. Если вы это все купите, там пускай даже у вас выйдет там, ну не знаю, на сколько, какие цены сейчас прибегают. Ну не знаю, там в среднюю закупку можно там на пару тысяч точно сделать. Две тысячи, ребят. Две тысячи, и вы можете сами потом мыть, ну не одно, не один раз. Да, себестоимость одной уборки там мы возьмем рублей 40-50 всего лишь. Учитывая, что фибра мы стираем, и с ним ничего не случилось, они ни в керамике, ни в пасте. Ты знаешь, если прям по крупняку возьмем, 100 рублей будет себе стоить? 100 рублей, да. И этого хватит на год точно. То есть получается на 20 таких очисток. Минимум. А если мы отдадим Detailer, ну это минимум пятак, наверное, да, сейчас будет. От пяти. От пяти. Ну, представляете, экономика. Это просто уборка, химчистка от 10-15 тысяч. Да, мы где-то можем сами там прохаляй, куда-то не залезть, Detailer будут в аппе все еще петельно, все-таки. Вот, но в любом случае ты как сам свой автомобиль видишь, где тебе лучше, где тебе нужно, где тебе не нужно вычистить. Ну да, а то будешь ехать в следующий раз, увидишь грязь, запомнишь, потом почистишь. Да, по времени потратили мы около получаса, ну если дотошным быть, ну час один потратишь, ну я не считаю, что это большое время. Итак, с очисткой мы закончили, я предлагаю сделать легкую защиту, несмотря на то, что у тебя кожа до кота, то есть имеет она довольно грубую структуру, но все равно она будет подвержена каким-то механическим воздействием. Мы сделаем пропиточку стандартную для кожи, самая лучшая, я считаю, защита, это именно пропитки. А что вообще есть? Есть лосьончики, есть лосьоны, пропитки, есть керамические покрытия. Вот я считаю, что лучше все-таки надать коже напитаться составом, именно для того, чтобы она была натянута, живая, питалась, была прям вот супер-супер приятная на ощупь. Итак, приступаем к стадии защиты. Сегодня мы используем бальзамчик для кожи, они есть разные, то есть есть от 200 до 3-4 тысяч рублей. Само собой, чем дороже, тем кайфовее. Либо у него расход будет меньше, его тратим меньше, либо там сам по своим свойствам он будет более долговечным. У меня вот LCK есть, Keralux, кто-то предпочитает Maguire, кто-то предпочитает Litec, кто-то предпочитает просто Grass или Detail бренды, любые вообще совершенно подходы. Вот в этом бренде есть что-нибудь? В Forecl'е у нас, вот чем мы чистили, это и является и чистка, и кондиционер. То есть у Forecl'ы, но я привержен с того, что надо отдельно защитить все равно на всякий случай. Угу, я понял. Все, ладно. Вот это, я понимаю, специальный спонжик такой, можно что-то попроще использовать? Хоть полировальник, что-то, что может пропитываться и отдавать. Грубо говоря, какой-то поролон? Да. Все. Можем сполить губку поролонную. И можем ли мы взять губку для посуды, которая моет? Нет, ни в коем случае. Желательно, чтобы мягкая очень была губка. Нет, ну там с другой стороны же мягкая, она пролома. Жестковато будет все равно. Да? То есть это мягче, конечно. Пропитываем наш спонжик. Смотри, я прохожу, допустим, низ сиденья, да, там половину. Вот, я прошел, начинаю наверх идти, низ уже можем располировывать. То есть вот такая вот. Если это один человек делает... Располироваться нужно в идеал. Один человек сидел, наносим целиком сиденье и располировываем. Все, прекрасно. Есть время, выдержки, то есть ничего страшного. Надо ли вдавливать, не надо? Нет, 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 просто равномерно, да, наношу тонким ровным слоем состав нож. Я смотрю, он прям как впитывается и высыхает прям автоматически. Да, но все равно лучше располировать. Не, вообще, я думаю, он так и будет блестеть, а он, оказывается, нет. Нет, он матовый и поддерживает, естественно, матовый цвет кожи. Угу. Такой некий увлажнитель для кожи получается, да? Увлажнитель, тире пропитка, тире защита, все вместе. Кстати, друзья, пишите в комментариях, кто-то сам делает химчистки, сколько уходит времени, ну, действительно ли это выгоднее, чем, допустим, гонять в детейлинг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, мы закончили очистку интерьера нашего автомобиля очень просто, очень быстро. Используя любые средства, которые можно найти в любом автомобильном магазине, это также и не является затратным. Да, спасибо тебе, Володь, что помог мне, рассказал, как это делать. Теперь я буду это делать сам, ну, в редких случаях, может быть, когда-нибудь отдавать детейлинг, когда что-нибудь конкретное произойдет. Да, но главное, меня не зови таким, больше. Все равно тебе спасибо, Володь. Ребят, если понравился видос, обязательно ставим лайки, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. Не забывайте, мы также есть в соцсетях, это Инстаграм, ТикТок, мы тоже там выкладываем всякие приколюхи. Вот, поэтому регистрируйтесь, если не зарегистрированы там, подписывайтесь на нас, смотрите нас. Мы с вами прощаемся, до новых встреч, пока-пока. Пока. А, нет, подождите, мы забыли рассказать про сайт, у нас же есть свой сайт теперь. Это kuzoflab.ru, заходите туда, там есть много классного мерча, и также там есть комплекты по материалам. А что, можно что-то купить? Да, комплекты по материалам, которые можно купить, и на самом деле со скидкой очень хорошие, лучше, чем даже вы купите в своем магазине. Кстати, можно сфотографировать с kuzoflab мобиль и получить там скидку на закупку. Да, ребят, так что заходите, не стесняйтесь, регистрируйтесь, покупайте мерч, комплекты, материалов и так далее. Мы с вами прощаемся, до новых встреч, пока-пока. Теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok